У вас, уважаемые любители рыбалки, рыболовной ловли. В сегодняшнем выпуске хотел показать про снасть на ловлю на живца, на попловок. Снасть очень простая, очень много ей рыбаков пользуются, пользуются успешно. Я сам на нее ловлю, наверное, порядка уже лет 9-10. Очень простая. Ставит она из удилища, выбирается в зависимости от места ловля. То есть, если к берегу можно подойти, без проблем. Берег не захламлен, более-менее, или мало зарос. Если мало зарос, тогда можно использовать, как я собираюсь завтра, на щучку, на живца половить. Я буду с собой брать 4-5 спиннингов, буду ловить на живца. Спиннинг, длина 2,7, 3,1 где-то метра. Это крокодил жесткий, забрасывается нормально и укладывается. Камыш. Далее идет катушки. Катушки я использую Daiwa, у меня, Tico. Ну, обычно 3,5-4 тысячники где-то они идут. 3,5-4 тысячники. Ну, и обычные китайские, соответственно, Кобры. Я беру, ну, это для примера выложил просто. Они не силовые, в принципе, для щуки там 2-2,5 килограмма. Это нормально, можно вытащить. Без особых хлопот. Вот. Далее, что у нас следующий элемент нашей снасти, это поплавок. Поплавки используются различных планов. Я использую от 10 граммов до 15 граммов. Вот 10 грамм, маленький. И 15 грамм. То есть, самые разные, разнообразные. 10 граммовки. Далее у нас идет леска. Леска использую от 0,3. Это для ловли окуня. Для окуня даже 0,25 подойдет. И до 0,3. От 0,25 до 0,3. Для щуки это где-то от 0,45 до 0,7. Тут скажут, зачем это надо. Но по опыту, сколько я, по крайней мере, ездил, ловлю. Живца сколько раз наблюдал. У меня с товарищами ездил. Одно время с Алексеем. Леха, если смотришь канал, приветствую тебя. Вот он ловил на плетенку. Спиннингист у него стоял на шпуле постоянно плетня. У меня постоянно стоял монофил. Вот. У меня поклевок было гораздо больше, нежели чем у него. Вот. И еще одной важной особенностью является то, что я не ставлю поводки. То есть вольфрам, металл я не ставлю. Я использую только монофил. А если у меня основная леска идет 0,45, то, соответственно, поводок у меня стоит где-то 0,35-0,4. Вот. Далее. Берете удилище. Прикрепляете к нему катушку. Вот, да. Сейчас просто покажу на примере. Разматывать не буду. Потому что вся снасть, я вот, все вожу в разобранном виде, собираю только на берегу снасть. Потому что для транспортировки 5 спингов перевести в чехле, это очень довольно-таки проблематично. Вот. Устанавливается катушка. Вот. Ставится, подкидывается скоба. Далее пропускается у нас леска через кольца. Далее. Закроем. Ставится поплавок. Поплавочку возьму, например, вот эту. Поставлю. Ставится поплавок. 10 грамм. 10-граммового поплавочка. Далее. Ставится у нас на эту снасть грузик. Грузик ставится для того, чтобы живец не всплывал. Потому что рыбка, когда со временем, она все равно выбивается из силы, и она может даже не уснуть. Просто она устает, переворачивается на бок, и она автоматически всплывает. То есть у вас будет поплавок плавать лежа. И рядом будет плавать живец. Несколько раз с этим сталкивался. Сплывали они. Два странца ставлю. Грузик поплавок. 10 грамм. Груз ставлю где-то грамма 4. 3-4 грамма. Грузики вот такие использую. Можно любые. Можно дробинки. Можно просто обрезки какие-то от свинца. Пластину. Далее ставлю грузик. Грузик 3 грамма. Легкий грузик. Спокойно. Устанавливаю грузик. Кимрик не дает на это сделать. Устанавливается грузик. Далее делается петелька. Вот такая. Заязывается петля. И соответственно сюда в эту петлю уже пойдет петля в петля. Это у нас пойдет поводок. Вот. Берем нож. Обрезается ненужная часть. Останавливается такая петля. То есть груз у вас такой бы от ловка. На этом расстоянии ставится у вас уже идет проводок сюда. Далее я использую льду двумя способами. Если у нас идет ловля мелкого хищника. Или окуня. Грубо говоря. Или очень аккуратно щуки. Тогда имеет смысл поставить тройник. Тройник не крупный. Мелкий. Для окуня соответственно мелкий. Набор с собой хрючков ношу. Двойники, тройники, одинарные крючки. Всех размеров, калибров. Кованые, не кованые. Обычные. Я ставлю всегда одинарные. Ставлю всегда одинарные. Для того чтобы щука заглотывала. Жица полностью. Сейчас расскажу как это все делать. Далее берется там. С любой другой катушки можно взять, где леска потолще. Материал на поводок. Берется леска. Основная у меня 0,45 стоит. Берется леска от 0,35. Вязывается у нас поводок. Завязывается он. Все это как вяжу крючки, как делаю поводки, это все у меня на канале есть. Кого это интересует, можете пролистать в плейлисте. Можете посмотреть как это все вяжется, как это все делается. Там все подробно и по шагу все это показано. Завязывается у нас крючок, привязывается. Длина поводка примерно ориентирующая. Ну, сантиметров 40 я делаю. Больше я его не делаю. Можно, ну, полметра. Больше не стало. Далее делается ушко, петелька. И все, затягивается. Снасть, в принципе, уже готова. Снасть собирается по времени минут. Минута три, не дольше. Вот. Далее берется петелька от основной и петелька от крепления. Соответственно, петля в петлю. Опускается. И завязывается. В том месте, где вы ловите, как правило, это прибрежная зона. Ну, это где-то порядка глубина, ну, уж метра полтора. Для того, чтобы ловить в таких местах, вот, привязал, все. Снасть готова. То есть здесь у вас живец будет находиться. Здесь у вас грузик, который вы притапливаете. Ну, и немножко давать оглубление для поплавка. То есть, соответственно, он у вас плавает и подтяжь все равно высоко не всплывет. Глубину выставляем где-то, ну, метр. Делается глубина, выставляется метр, потому что в прибрежной зоне, как правило, а мы ловим именно в этой зоне, потому что если дальше уже где-то ловится, то имеет смысл ловиться на кружки, если это касательно живца. Кружки, бутылки и так далее, и тому подобное. Можно ставить поставушки, если это мелкое болото. То есть такая цепалка, рогатулина, и туда мотовило с живцом. Здесь закидывается снасть от силы от берега где-то метров, ну, 20-15. 15-20 метров заброс с живцом. Живец в среднем, ну, под такой крючок где-то сантиметров, ну, 10 может, 10-8. Вот. Живец в тихой воде, в стоячей воде, цепляется под верхний плавник. То есть пробивается, и вот в таком плане он плавает. Забрасывается, и свободно живец гуляет вдоль зарослей, вдоль коряк, вдоль травы. То есть всячески провоцирует хищника на атаку. В осенний период, когда я вот сколько встречался, попадал два или три раза на котлы. Здорово. Плевала щука, довольно-таки только за оброс живца. Еще даже поплывок не успел лечь под грузом. Следовала моментальная поклевка, и, соответственно, у меня просто поплывок ложился на воду. Лег, и тут же прям под воду уходил. Далее. Произошла у вас поклевка хищника, щука. Щука делает, ну, она такая своеобразная хищника. Делает так. Она при атаке хватает живца, там, как у нее получается. Но в основном это поперек. То есть она хватает поперек и пошла в сторону. Вместо засады, безопасное место, так называемое, она отходит туда. И, соответственно, вы наблюдаете картину. Можно вот, особенно в осенью, это здорово видно, вода очень светлая, хорошо видно. У вас поплывок притапливается и потихонечку уходит вниз. В этот момент вы снимаете скобу. Отпускаете скобу и стравливаете леску. И, соответственно, она потихонечку уходит, 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 уходит. Вот. Вы стравливаете леску. Далее поплывок останавливается. Как правило, от того места, где был атакован живец, соответственно, это, ну, метров 8-10, может, не больше. От этого места. Она уводит живца в сторону. Она там в траву, коряжкам уходит. Вот. Уходит она в траву, в коряжку. Далее она его переворачивает. Здесь, я вот, как раз замечал, от головы лучше не под сам плавник пробивать крючок, а поближе к голове. Так что щука начинает его переворачивать. И головой внутрь, а она его проглатывает. И как после того, как момента вы увидели, у вас постоял поплывок на одном месте. С места атаки до места, где она его перевернула на чулова. Пережевывать, употреблять. Ну, проходит где-то секунд 10. 15, может. И дальше поплывок может потихоньку или дальше идти в сторону куда-то, или еще, или просто стоит на месте. Считайте, где-то до 10, до 15, с того момента, когда он у вас встал в втором месте, где она начала употреблять. Здесь главное, чтобы нервы ваших не сдали. Ну, и, соответственно, просечь. Вот. Далее скоба закрывается, резко подматывается в прямую линию. Ну, так, чтобы хищник не успел вас почувствовать напряг, иначе она просто выплюнет. И все, вы не пробьете. То есть вы матываете всю лишнюю леску. Вот, катушкой. И, соответственно, дальше уже следует размашистая сильная подсечка. С этого момента щука имеет свойство, особенно травянка, собирать все на своем пути. Она несется, как трактор, она собирает водоросли, пытается уйти. И свечки, это прям здорово. Классно это все. Очень красиво выглядит. Вот. Хищник довольно-таки сильный. Интересный. Вот. Еще один совет, когда будете оставлять спиннинги или удилищ, вот я завтра поеду, я с собой буду брать 5 или 6 спиннингов, скорее всего, возьму, поставлю 6 спиннингов. Когда начинаете оставлять, первые поставили спиннинг, ставите его в траву, грубо говоря, вот, на рогатку или на рогатунку, или просто на траву положили. Я обычно на траву кладу его, кладете и скобу снимаете. Потому что, когда бывают моменты, не увидишь поклевку. То есть поплок уходит, топит, хищник начинает брать. И когда он леску натягивает, соответственно, если у вас скоба закрыта, он почувствует щука. И она ее уже цавошку выплюнет благополучно. Снимайте скобу. Скобу сняли, чуть-чуть, там, метр отмотали лески. То есть, если при поклевке, вы все равно видите, то, что у вас поплывалка один отсутствует. И он уходит, 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 и потихонечку стравляется. Да, есть варианты, то, что она у вас заведет в коряжник. Если в те места, где очень много коряг, может завести в коряжник, ну, тут уже сами, ребята, не зевайте. Вот. Скобу скинули, оставили. Можно, если скобу решаете не оставлять, а оставляете в закрытой. Бойтесь, то, что она у вас коряжник заведет. Можете поставить на бланк колокольчик, ну, бубенчики. То есть, если она у вас попадается, ну, там, рывки услышите. Если у вас идет спиннинг, в стороне стоит от основного места ловля. Вот. Ну, в принципе, все. Это была самая простая снасть, наверное, ЖЦС, которую когда-либо видел. Касательно здесь, я в этом видео не буду вам показывать, какие снастки еще используются, и так далее, и тому подобное. В принципе, все очень просто, элементарно, ничего сложного нет. Всем удачи, всем удачных рыбалок, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.